Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хэван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о посадке капусты. Капуста у нас в умеренной зоне высевается либо напрямую семенами, либо высаживается рассадным способом. Я среди всех видов капуст, которые выращиваются, отдаю предпочтение листовой капусте, капусте кальраби, пекинской капусте, а еще мне очень нравится такая капуста, как пакчой. Эти капусты редко, когда можно купить в магазине, в отличие от качаной капусты, именно поэтому я предпочитаю их выращивать у себя в огороде. При посеве капусты необходимо соблюдать несколько важных правил. Они связаны с высоким уровнем повреждения капусты киллой, а также большой любви к всходам капусты и других рецоцветных растений, таких как и репа, и редька, дайкон, редис и другие горчица, крестоцветной бложки, которая может уничтожать всходы практически полностью, или в любом случае очень сильно угнетает растения. Для того, чтобы провести профилактику повреждения капусты при посеве или высадке рассады, и в том и в другом случае это будет очень полезно, в рядки, которые вы приготовили для посева семян, обязательно сразу же добавьте табачную пыль. Вот просто опудрите обильно табачной пылью те рядочки, куда высеваете семена, а вот эти все капусты высеваются непосредственно семенами в грунт, кальраби ведь еще хороша тем, что ее можно выращивать конвейерным способом, то есть подсевать, подсевать, подсевать постоянно, имея мягкие, нежные вот эти вот разросшиеся стебли, которые такие-таки очень полезные. Кроме того, не поленитесь и опудрите табачной пылью сразу же после посева или высадки рассады сам грунт вокруг, ну а если уж вы высадили рассаду, то увлажните листья и опудрите непосредственно табачной пылью эти листья. Помните, что опудривание тогда эффективно, когда листья являются влажными, в этом случае христоцветная обложка на них не нападет. Еще более эффективным приемом является смешивание табачной пылью с самой обыкновенной золой печной. Почему? Печная зола обладает щелочной реакцией. Кила капусты и других христоцветных растений совершенно не выносит такой нейтральной щелочной реакции почвы. При этом зола также обогатит почву калием, кальцием и различными другими элементами питания, ну главным образом микроэлементами. Если вы одновременно при посеве будете вносить небольшое количество золы, ну а небольшое количество это примерно столовая ложка на погонный метр редка. Или чайная ложечка золы, ну до столовой, если у вас кислые почвы и вы не проводили своевременно раскисление почвы доломиткой или какими-то еще известковыми удобрениями. В этом случае и столовая ложка на лунку тоже подойдет. Вот в этом случае вы сделаете очень хорошую профилактику килы. Также против крестоцветной бложки смесь золы и табачной пыли 50 на 50 и опыление влажных листьев рассады вновь высаженной и периодическое по мере смывания или сдувания этого опудривания с листьев, а также молодых сходов других капустных растений, вот такой смесью золы с табачной пылью 50 на 50 являются очень-очень эффективными. Почему? Потому что, как оказалось, крестоцветная бложка не выносит растений, которые опушены. А у большинства крестоцветных растений, будь то капусты или редька редиска, у них листья либо голые абсолютно, либо с очень слабым опушением. И вот наличие, во-первых, инсектицидов из табачной пыли, а во-вторых, вот этих вот частичек золы на поверхности листьев исключит повреждения крестоцветной бложкой этих нежных растений в этой фазе, начальной фазе развития. Сделайте так и будете всегда с урожаем. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!